Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Конкурс на самый полезный августовский рецепт, поэтому звоните в студию 34-22-43 и делитесь своими рецептами с нашими телезрителями. Ну а помочь сегодня определить победителя, определим победителя мы в конце программы и помогут нам в этом наши гости в студии. Я хотела бы представить сегодняшних гостей, это любительница кулинарных рецептов Элеонора Андреевна Максимова. Сегодня у нас в гостях добрый вечер. Дочница со стажем Людмила Леонидовна Бетанова. Добрый вечер, Людмила Леонидовна. Рада видеть вас в нашей студии. И диетолог Юлия Гошкис. Юлия, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам. Ну, первый вопрос, наверное, такой вот, с каким настроением вообще это лето проходит у вас, как август? Настроение, конечно, бодрое, но наступили сейчас очень жаркие дни. Вы знаете, что, Наталья, идут заготовки, погода не благоприятствует этому, стоит жара на кухне, жара на улице. Так что наступили очень жаркие дни. Ну, мне нравится, что среди вот этой жары вы все-таки находите время, находите настроение приходить к нам в студию и делиться своими кулинарными рецептами. Спасибо вам большое. Я прихожу в студию к вам уже не первый раз и прихожу с большим удовольствием. Мне очень нравится ваша программа. Поднимаете интересные очень даже вопросы. Мне нравятся рекомендации ваших гостей, в частности, психолога. Я даже очень влюблена в нее. И диетолога тоже. Да, и диетолога, да. И сегодня же спас? Медовый. Медовый, да. Поэтому мы сегодня пришли, Наталья, не с пустыми руками. Мы хотим подарить вам подарки. Вот это подарок, мне кажется, очень даже впишется на вашу ту полочку. Вот там я даже вижу местечко, куда можно его поставить. Это, я так понимаю, соль, да? Цветная соль. Да, это соль, крашеная соль и докупаж потом своими руками. Спасибо большое. Ну, это в честь медового спаса. Пожалуйста, вам еще такое. Откройте, посмотрите. Сюрприз. Спасибо. Я люблю подарки. Я люблю, когда дарят нашей программе. О, это мед, дорогие друзья, посмотрите. Я так думаю, это, наверное, гречишный, мне так кажется. Да, гречишный, да. Ну что ж, спасибо большое, Леонора Андреевна. Я знаю, что по традиции медовый спас всегда надо дарить мед, угощение. Ну что ж, мы коснемся еще этой традиции сегодня в нашей программе. Эти аплодисменты для вас. Спасибо вам большое. Ну что ж, Юлия, мы не зря пригласили сегодня вас на нашу программу, потому что все-таки спелый август, как мы уже сказали, это свежие овощи. И как-то меняется наш рацион, по крайней мере, нам так кажется. А ведь на самом деле, как правильно надо питаться вот в августе? Каким должен быть наш рацион в последний летний месяц? Расскажите нам, пожалуйста. Я скажу, что этот рацион будет таким разнообразным не только в последний месяц, но и в первую половину сентября. Потому что это самая благодатная пора вообще в году, когда можно выбрать огромное количество фруктов, овощей. Ягоды уже отошли, но тем не менее. Значит, овощи сейчас самые разнообразные. Это тыква скоро начнется, сейчас это кабачки, брокколи, цветная капуста, баклажаны. Начались наши местные помидоры непривозные, самые спелые, сочные. Сейчас пора арбузов, дынь, виноград сочный, тоже очень ароматный, персики, абрикосы. Сейчас начался период, когда можно питаться очень разнообразно свежими продуктами, наполняться витаминами и получать все самое лучшее. То есть всем рекомендуете, да? Да, конечно. Не лежать на диване, а бежать на рынок или на дачу за свежими вкусными овощами и фруктами. А вы могли бы сейчас назвать, ну, допустим, 3 или 5 каких-то сезонных продуктов августа, которые вы рекомендовали бы кушать как можно больше в данный период? Как можно больше, конечно. Это будут кабачки, баклажаны. То есть первое кабачки, советуете. Да, баклажаны. Второе баклажаны. Помидоры. Помидоры. Яблочки. Яблочки. Груши. Груши. В принципе, можно перечислять, но это основные. Юля, спасибо, эти аплодисменты для вас. Спасибо вам большое, Елеонора Андреевна. А вообще вот вы как часто употребляете летом овощи и фрукты? Позволяете ли себе удовлетворять аппетит? Я не только позволяю, но я это делаю с большим удовольствием. Потому что, Наталья, ну не может быть невкусный вот такой, посмотрите, красный аппетитный мясистый перчик. А помидор, а если взять хлебушек, намазать его немножко маслом и посыпать солью, и потом вот укусить вот этот помидор, не разрезая его, или тот же огурчик с грядки. Так что я с удовольствием употребляю несколько раз в день и стараюсь, чтобы это было разнообразно. То есть на одних помидорах не сижу, я стараюсь, чтобы был и помидор, и огурец, и, допустим, перец с удовольствием. Люблю, обожаю очень кабачки. Делаю их и жарю, и оладушки делаю. Ну что же, рецепты уже начинаются в нашей программе, как я и обещала. Это будут простые, но очень полезные рецепты, которые может повторить каждый из вас, дорогие друзья. Ну, а сегодня на программу я также пригласила музыкантов. Удивительных ребят, которые поделятся сегодня не только своими летними рецептами, но и зажигательными песнями. Встречайте, пожалуйста, это группа Кава на Беларусь-4. Ребят, добрый вечер, проходите, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, аплодисменты группа Кава на Беларусь-4. И что ж, хочется сразу поздравить вас с премьерой клипа. Спасибо большое. Наш первый клип, очень так интересно все получилось. Вложили все, что хотели, то настроение, которое нужно. Очень классно. Спасибо, дорогие друзья. Итак, сегодня на добром вечере группа Кава. Это Таисия Серикова, Стас Ходьков и Вадим Медько. Еще раз аплодисменты. Кстати, Вадим у нас впервые в студии. Расскажи, пожалуйста, какая твоя роль в этой группе. Знаю, что вот Стас, он гитарист, это понятно. У Таисии просто очаровательный вокал. А что делаешь ты? Как ты им помогаешь в творчестве? Я для начала прихожу на репетиции, но не всегда. Ну, по совместительству на гармошке играю. А, ты играешь на гармошке. Можешь что-нибудь нам сейчас так аккуратно показать? Ну да. Ого, мы должны были, наверное, угадать эту мелодию. Ну, по крайней мере, аплодисменты для тебя. Спасибо большое. А вот очень интересно, как у наших музыкантов с летними заготовками? Огурчики, помидорчики, Стас, что-нибудь такое уже есть? Ну, так получилось, что из всех овощей, наверное, у меня самый любимый это помидор. Я не знаю, почему так получилось. Видимо, у меня мама очень много кормила помидоров. Пойду? Да, в детстве. Вот, и поэтому я обожаю его в любых его проявлениях. Я представляю, как ты облизываешься сегодня, когда смотришь на вот эту красоту, которая представлена сегодня в нашей студии. Ну что ж, Стас обожает помидоры. Ну, на самом деле, Стас не один такой. Екатерина сообщает нам в Вайбере, что помидоры у меня тоже уродились. Здесь сочные, красивые, и все используют на томатный сок. Ну что ж, один из рецептов. Да, один из рецептов, что можно сделать действительно из томатов. Последний месяц лета невероятно богат своими дарами. Мы уже говорили об этом. И, конечно же, нельзя не отметить томат. Томат, который присутствует сегодня в наших холодильниках, в салатах, у дачников еще пока на огородах. Это вообще номер один, наверное, такой вот овощ. И мне очень интересно, Людмила Леонидовна, расскажите, чем? Лично вас порадовал август в этом году? Какой урожай и какое место отведено на вашем дачном участке томатом? Ну, томаты у меня в этом году очень хорошие. Томаты, огурцы, баклажаны, кабачки. У меня все овощи есть. Даже есть экзотические огурцы. Томаты. Ну что такое томаты? Это наше блюдо. Бульба, томат. Бульба, томат. У вас есть такая удивительная возможность. Вам, наверное, сейчас завидуют все дачники. Вы можете прямо сейчас в прямом эфире показать нам свой урожай. Покажите нам эти замечательные томаты, которые выросли на вашем дачном участке. А мы поаплодируем. Да. И позавидуем немножко. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какие вообще заготовки вы уже успели сделать в августе? Ну, огурцы, помидоры я уже успела сделать. Естественно, какие-то были компоты, варенье из того, что у меня есть на огороде. Ну, первое, это, конечно, томаты. Соус. Вот томаты. Вот такие чудесные помидорчики закатали? Да, да. Я люблю в маленьких баночках. Маленькие. А вообще я люблю крупные помидоры, которые мясистые, которые розовые, которые успокаивают нервную систему. Там есть серотонин, который необходим для человека. И я, конечно, люблю томаты. Очень люблю. И вообще вся моя семья. И вообще говорить, что томатов много не бывает. Нет. Что-то идет в банки, да, что-то идет в морозильную камеру. Ну, а самые сочные плоды томатов обычно подаются на стол в свежем виде. Я вижу, вы уже приступили к приготовлению какого-то блюда. Расскажите, пожалуйста, что же, какое блюдо из помидоров популярно в вашей семье? В моей семье вообще томаты популярны во всех блюдах. Они идут печеные, моченые, соленые. Они идут зеленые, они идут красные. Они все идут. Да. Они идут с сыром, они идут в горячих бутербродах. Вот я вот была в этом году в Италии, во Франции. И там как раз есть такой соус. Вот я приготовила его, принесла. Есть в Генуе, Лигурия. И там выращивается базилик, единственный базилик в 1863 году. Об этом было напечатано в поваренной книге. И сказано, это единственная часть Италии, где есть такой базилик, который не имеет привкуса мяты. И вот только с него. Это единственный такой уже... Так что вы готовите, я хочу подчеркнуть. Это соус. Это соус, который состоит из чеснока, базилика, сыра. Причем сыра двух сортов. И у меня миндальные орехи. А по-генуиски здесь идут орехи кедровые. Значит, мы готовим помидоры со специальным итальянским соусом. Да, и мы песто готовим, которое можно и с макаронами делать, и с базиликом. Значит, песто вы уже приготовили и принесли. Мы рецепт сейчас покажем. А сейчас вы нарезаете помидоры, если я правильно понимаю. Помидоры, моцарелла, для того, чтобы съесть их с моцареллой и соусом. Значит так, сегодня вы показываете нам блюда. Свежие помидоры, вот такие сочные. Да, дорогие друзья, можете повторять за нами. Укладываем, нарезаем кружочками, я правильно понимаю, да? Укладываем на тарелку, и все это потом чередуем с сыром. Потом мы, да, да. Потом моцарелла. Потом пойдет моцарелла. Моцарелла и песто. А потом сверху соус песто. Ну что ж, мы ждем тогда ваше блюдо. Не надо. И, наверное, самое время поговорить о помидорах с Юлией Гошкин. Сегодня у нас в гостях диетолог, еще раз напоминаю. Ну что ж, вот Европейская ассоциация диетологов и гастроэнтерологов составила рейтинг самых полезных продуктов, где томат оказался на первом месте. Юля, вот чем полезен такой привычный для нас овощ, как помидор, который, в принципе, растет, ну, каждый, наверное, хозяйки на грядке. Расскажите. Не зря он там оказался. У помидоров очень много полезных свойств. И если мы уже тут начали готовить соусом песто, это сейчас я и прокомментирую. На самом деле песто есть еще и томатный. То есть мы можем не только делать на основе базилика, но и на основе томатов. Это красный томатный песто. Есть такой соус отдельный. То есть как вариант. Да, как вариант. Итальянцы довольно мудрый народ. И просто так томаты они не едят. Они едят его с песто. Почему? Потому что там есть оливковое масло. А помидоры содержат такое вещество, как ликопин. Витамин, это будущий наш витамин А, он усваивается только с жирами. Поэтому помидоры с маслом. Да. Помидоры, если мы хотим, это могут быть любые жиры. Это могут быть сметаны, но лучше все-таки это растительное масло. Так это вещество усваивается. Вещество это тоже непростое. Это отличный антиоксидант. Уже было много исследований, где доказано, что это вещество помогает бороться с некоторыми видами онкологии. В том числе это рак предстательной железы и мочевого пузыря. То есть действительно профилактически снижает риск возникновения. То есть помидоры с маслом, это хорошая профилактика раковых заболеваний. Да. Причем есть еще один интересный факт. Этого вещества, ликопина, намного больше в томатном соке, а еще больше в томатной пасте. То есть наша телезрительница, которая сообщила нам, что все помидоры переводят на томатный сок, в принципе делает правильно. Она будет делать еще правильнее, если она будет делать томатную пасту. Томатную пасту. Мне кажется, ребята для себя открывают что-то новое сегодня, да? Можно попробовать что-нибудь потом? Я думаю, что пора, потому что, да, иди, наверное, попробуй, Стас, мы все сейчас тебе завидуем. Очень вкусно готовят. Да, еще учитывая, что ты любишь томаты, ну пока ты пробуешь, Юля, а вот помните, как советовала Стап Бендер, вот подпольному миллионеру, корейка, не ешьте шура на ночь сырых помидоров. Вот стоит ли прислушаться к совету великого комбинатора сегодня нам всем? Ой, мне кажется, если мы будем слушать все советы Стапа Бендера, жить нам будет очень весело, но сложно. Вот, если хочется, то, конечно, можно. Помидор не такой плохой продукт, как он считает. На самом деле ограничить, может, стоят какие-то кислые помидоры, квашеные помидоры, особенно людям, у которых есть гипертоническая болезнь, либо проблемы с почками. Им, да, ограничивать стоит. Но в то же время квашеные помидоры очень хороши для нашего пищеварения, потому что они содержат молочную кислоту, которая помогает активировать нашу биофлору кишечника. Ну, я хотела бы узнать, Стас, что ты чувствуешь, когда ты съел моцареллу с помидорами дачными, при этом все это полито, красиво украшено соусом песто? У меня нет слов, я бы сама встала и попробовала, но боюсь, после этого, да. Мне придется, чтобы Стас вел программу. Стас, расскажи. Это очень вкусно, такой очень летний вкус, и прям сложно мне съесть все, что лежит на тарелке. А какие, Наталья, тут ароматы еще витают у нас? Вот ароматы я чувствую. То есть ты для себя уже открываешь помидоры, да, по-новому попробуешь такое блюдо. Ну что ж, дорогие друзья, я попрошу еще раз режиссеру показать рецепт этого блюда. И, Людмила Леонидовна, я смотрю, у вас такие последние штрихи, да? То есть вы сейчас чем-то украшаете, мне отсюда не совсем видно, что это? Да, это басилик. А, это, наверное, такой важный такой составляющий элемент такого салата. Конечно. Спасибо вам большое, эти аплодисменты для вас. Спасибо большое. Спасибо. Юля, в каком виде, в каком количестве рекомендуете употреблять томаты летом, когда все-таки действительно хочется насытить побольше организм витаминами? Я скажу так, чересчур насыщать организм не надо, потому что известны случаи, когда есть передозировка томатов. На самом деле, да. Точно так же, как и морковкой, где есть бета-каротины, можно томаты переесть и потом приобрести очень красивый красноватый оттенок кожи. Поэтому все должно быть, конечно же, в меру. Спасибо большое. Мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок. Это, наверное, телезритель, который хочет поделиться своим рецептом, полезным рецептом. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сегодня объявлен конкурс на самый полезный рецепт августа. 34-22-43, телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своими рецептами. Любыми. Все, что вы готовите в августе, связанное с сезонными продуктами, все принимается на этот конкурс. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ксения, и я хочу поделиться тем, что я кушаю именно последние дни, от чего испытываю радость и бодрость, сил, и это очень вкусно. Обычное овощное рагу, в которое я ложу картошку, кабачки, морковку, красный перец и баклажаны. Ну, все натушится. По очередности можно вначале прожарить баклажанчики, лучок, морковочку, потом картошечку. В любом случае, не имеет никакого значения. Очередность эта вся. Главное, чтобы они были протушены. Ну, и базилика еще сверху. И вообще, не хочется никакого больше, ни мяса. Ну, сыра, правда, еще можно сыра посыпать. Это очень вкусно. Настолько ароматно, и, ну, просто слов нету. Это одно. А еще утром я часто люблю делать кабачки, чуть-чуть их обжарить на сковородочке, и залить взбитыми яйцами. Это вообще вкуснятие. О, омлет с кабачками такой своеобразный. Да, да, да. Ну, кабачки не тереть, а просто кружочки положить, сверху залить яйцами. Потом, когда уже прожарится, посыпать сыром и какой-нибудь зеленью. Это так вкусненько. Ой, так вкусненько. И, конечно, помидорчики. Ксения, спасибо вам большое. У тебя аплодисменты для вас. Ну, вы понимаете, в чем дело. Вот знала я, нельзя было мне сегодня утром садиться на диету, потому что такая тема, как удержаться. Все хочется попробовать. Дорогие друзья, у вас тоже есть шанс стать участником нашей программы, поучаствовать в конкурсе на самый полезный рецепт августа. 34 22 43. Звоните, ждем ваших телефонных звонков. Итак, мы выяснили, что хит этого лета – это томаты с моцареллой, блюдо, которое успешно дегустировали в прямом эфире музыканты, группа «Кава». Ну что ж, Стас подкрепился, ребята готовы. Я думаю, самое время послушать, как они поют, тем более после такого легкого ужина. Итак, гитара, губная гармошка и удивительный вокал. Группа «Кава» на «Беларусь-4» прямо сейчас. Группа «Кава» на «Беларусь-4» 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 Мне кажется, тоже интересный рецепт. Вяленые помидоры. Я пробовала, но сама никогда не делала. Вы пробовали когда-нибудь? Я не пробовала, нет. Мне кажется, это сложновато. Я очень их люблю. Ну что ж, давайте выучим их следующему эфиру. Может быть, да, что-нибудь такое приготовим. С летними томатами очень вкусно получается пицца, сообщил нам Олег. Олег, нам очень приятно, что наши мужчины также интересуются рецептами августа. А Ирина очень любит готовить на зиму салат с фасолью и помидорами. Ну, как видите, дорогие друзья, все сейчас домохозяйки, недомохозяйки, все находятся сейчас вот в этих летних заготовках. Мне очень интересно задать вопрос нашим музыкантам. Таисе, вот ты вот успела что-нибудь там засолить? Может быть, варенье какого-то наварить уже? Ну, вообще, у меня с детства была такая очень важная задача, что касается солений и варенья. Всё время, пока папа и мама там что-то делают, не заходить на кухню и не мешать. Трой позиции? Да, ну, с годами особо не поменялась моя задача главная. Сейчас всё то же самое происходит на кухне, только это делает свекровь. А я не мешаю. Хорошо, ну что-то же ты обычно готовишь. У каждой хозяйки всё равно есть какой-то вот рецепт. Нет, ну, конечно, я готовлю. Что-нибудь готовишь из сезонных продуктов? Да, готовлю. Я вообще персики очень люблю на самом деле. Вот. Я могу их и так есть. Они уже готовые, вкусные. Но есть ещё интересный рецепт. То есть ты сейчас расскажешь нам рецепт, как ты готовишь персики. Да. Ну, кроме того, что их просто ешь или делаешь из них варенье, что же ещё, в принципе, даже не представляю, можно приобрести персиков. Я не делаю варенье. Варенье ты не делаешь, так что же это тогда? Это будет салат. Так. Значит, для салата нам потребуется... Это фруктовый салат? Ну, можно сказать, и фруктовый. Персики, конечно, там есть, значит, пускай будет фруктовым. А мясо там тоже есть? Ну и мясо там есть. А, значит, это полноценный салат. Салат, так, слушаем. Сытный фруктовый салат. Значит, нам понадобится куриное филе полкилограмма, персики два штучки, оливковое масло, красный лук и рукола. Интересное сочетание, так. Да, значит, для начала мы обжариваем на оливковом масле порубленное филе, добавляем туда персики, тоже их дольками режем. Вот это очень поподробнее, очень интересно, персики жареные, то есть они как-то выделяют сок, наверное, или как это? Да, я сейчас говорю, я так слюняю, что она хочет есть. У меня тоже, я не одинока. Вот, и, собственно, в этом соку, собственно, и в соку персиков, да, всё это обжаривается. После того, как уже всё готово, мы добавляем уже туда порезанный кольцами лук и руколу. Можно добавить ещё специи по вкусу, ну и, собственно... Ну, это замечательный салат, обязательно попробую, дорогие друзья. Вы можете повторить, вот прямо сейчас повторяйте все наши рецепты, и если получается или если не получается, особенно присылайте всё равно нам свои фотографии в Вайбере или в нашей группе ВКонтакте. Вот мне интересно, Элеонора Андреевна, персики, вот как вы используете? Я видела у вас варенье, не знаю, персиковые или это вы... Я их тоже обожаю свежими, я их очень люблю. И у меня как-то идёт воспоминание с детства, когда были персики из Молдавии, и они созревали ещё на дереве, а потом их привозили сюда, кусаешь, и вот соком прямо захлёбываешься этим. А из персиков, вот я принесла вам, я делаю варенье. Вадим, по-моему, уже тоже захлёбывается этим-то. Вадим, есть варенье? Внероятно. Пожалуйста. Это варенье из персиков. Давайте поддержим Вадима. Из груши. Пожалуйста. Пробуйте. Говорите честно. Слушайте, аромат такой, что не хватает только... А дольку-дольку чуть-чуть, нет? Ммм... Ой, вот что значит настоящий хозяюшка. Да, хочет самое вкусненькое отдать. Накормить хочется сразу. Очень смешно. Очень. Я могу рассказать секрет. Расскажите. Килограмм груш, килограмм персика, и значит килограмм сахара. Я сахара вообще сыплю сейчас, очень мало. И этот килограмм уместился в эту баночку? Ну, это таких баночек много. Остались дома ещё. Искусство, искусство. И добавляем лимонный сок, чтобы не засахарилось, и чтобы придать немножко такую кислинку. А вы знаете, Леонора Андреевна, мне кажется, вот святая миссия наша с вами сегодня – научить Таисию варить варенье из персиков. Таисия, повторите рецепт. Пропорции 1 к 1 к 1. Значит, 1 килограмм груш, 1 килограмм персиков и 1 килограмм сахара. Есть ещё одна зимка. А, ещё лимонный обязательно добавить. Лимонный сахарный сок, да. С этим совсем подойти к свекрови и сказать... Спасибо большое, эти аплодисменты для вас. Вы просто действительно создаёте такое, знаете, я бы сказала, не только вкусное, но ещё такое настоящее эмоциональное настроение нашей программы. Дорогие друзья, мы ждём ваших рецептов. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте, давайте. Давайте. Меня зовут Наталья. Наталья, скажите, вы вообще кулинар или вот как, или так, иногда готовите? Нет, я просто увлекаюсь немножко. Значит, вы кулинар. Уже интересно, какой рецепт для нашего конкурса, полезный рецепт августа, вы хотите предложить? Я вам предлагаю вроде бы и обыденный рецепт, но я думаю, что каждая хозяйка его делает. Но ингредиент, который туда добавляется, довольно-таки необычен. Что это? Пирог называется шарлотка. Так. Только вместо яблок мы берем тыкву, очищаем ее, немножко подслащаем, посыпаем кунжутными стемечками, добавляем стемена подсолнуха обжаренные и запекаем. Сверху после запекания рецепт теста надо говорить? Ну, шарлотка – это обычно яйца, мука, сахар, да? Да, 4 яйца, стакан сахара и стакан муки. Довольно-таки просто. Все взбиваем, выкладываем тыкву, семечками посыпаем, немножко подслащаем и заливаем тестом. Ставим в духовку после выпечки, где-то в течение получаса, вынимаем из духовки и сверху посыпаем сахарной пудрой. Чай, кофе, объедение. Я думаю, за 15 минут этот пирог уходит, наверное, очень-очень быстро. Спасибо. Да, даже и 15 минут не проходит. Спасибо большое. Ну что же, вы участвуйте в конкурсе, посмотрим, чей рецепт победит эти аплодисменты для вас. Спасибо, Наталья, большое. Ну, хотелось бы пару вопросов задать Юлии о персиках. Все-таки в чем польза этого сладкого фрукта, который мы все так обожаем, и в каком виде его все-таки лучше употреблять? Вот смотрите, у нас был вариант жареные персики. Мы бы говорили про свежие персики и вареные персики вместе с грушами. Вот прокомментируйте. Ну, у любых свежих овощей и фруктов конкурентов нету. Свежий персик – это всегда свежий персик. Конечно же, я хочу похвалить нашу хозяйку, которая использует сахар в пропорции 0,5 к 1. Еще даже меньше. Еще даже меньше. Это просто хвала вам, потому что надо уже отходить от стандартов 1 к 1, когда все-таки простые углеводы, чистый сахар в варенье – это не есть хорошо. Должно быть больше фруктов. Лучше это поставить в баночку в холодильник, чтобы она не заплесневела, чем потом есть стопроцентный сахар. Салат ваш фьюжн – это красота. Я сама люблю такие салаты, когда есть мясо. Сочетаемое и несочетаемое. Да, я такое дома сама готовлю. У меня все это едят, любят. Жареные груши, персики, мясо, руккола – это все потрясающее. Персики – прекрасный продукт. Там много витаминов, там много клетчатки. Причем клетчатка – это не грубая. Она очень мягко действует на наш пищеварительный тракт. Оказывает мягкое послабляющее действие. Да, все-таки с осторожностью надо употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, потому что все-таки это клетчатка. Если есть какие-то острые процессы, надо немножко ограничить. Помидоры, персики. Господи, что же еще нас ждет сегодня в прямом эфире? Юлия, спасибо, эти аплодисменты для вас. Очень ценные советы, которые пригодятся всем нашим телезрителям. Напоминаю, что в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Мы ждем ваших рецептов по телефону прямого эфира. Звоните, участвуйте в конкурсе на самый полезный рецепт августа. Сразу после рекламы мы расскажем, что можно приготовить за три минуты из сладкого перца, если гости уже на пороге. Ну и, конечно же, поговорим сегодня о том, как правильно употреблять мед. Поэтому не переключайтесь. Впереди еще самые интересные рецепты. Субтитры подогнал «Симон» 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 Если сладкие яблоки, вообще не надо сахар добавлять Если немножко с кислинкой, добавьте немножко сахара Опять-таки, стерилизованные банки, стерилизованные крышки Горячие яблоки Закрыли и готово Очень жаль, что Елена Андреевна сегодня не участвует в нашем конкурсе На полезный рецепт августа Конечно, очень хотелось бы Потому что я бы хотела бросить вызов нашим телезрителям, а вот кто может сейчас переборщить Еленору Андреевну в своих рецептах 34 22 43, звоните и участвуйте в конкурсе на самый лучший полезный рецепт августа. Итак, что мы сегодня готовим из свежего перца? Одно дело заготовки, но ведь пока перец растет еще и радует нас, вот чем можно удивляться и наслаждаться? Расскажите. Я хочу познакомить вас сегодня с таким очень легким, очень вкусным питательным рецептом. Это называется фаршированный перец. Перец можно фаршировать всем чем угодно. То есть это может быть и фарш, это могут быть и крупы вместе с морковкой, это может быть даже и грибы быть, и может быть и сыр. Вот мы сегодня в нашем рецепте используем плавленый сыр. То есть это холодная закуска? Это холодная закуска. Когда гости на пару. Но можно, нет, можно это все сделать и запечь в духовочке, причем это 50-60 градусов 20 минут. Это тоже будет очень вкусно и подается уже как горячее блюдо. А здесь мы готовим, конечно же, холодное блюдо. Да, значит, я уже растерла вилочкой здесь. Вот плавленый сырок входит, яйца отварные входят, обязательно перец, потом идет чеснок обязательно. Если вы хотите, можете добавить соль, если вы хотите, можете добавить перчик черный. Это уже как вы хотите. Да, и заправляется все майонезом. Вот. Я уже растерла здесь плавленый сырок. Одно яйцо, но смотрю, что перцы у нас громадные, гигантские, мне будет этого мало. Значит, я еще одно тру. Я обожаю, вы знаете, какой сорт перца? Гагашары. Это такие круглые, немножко приплющенные. Они бывают желтого цвета. Мясистые такие, наверное. Мясистые. Они такие вот толстые, такие аппетитные они. Кстати, перцы и помидоры, которые представлены сегодня в нашей студии, выросли все на дачном участке у Людмилы Леонидовны. Так что эти аплодисменты, да, для нее. Вот такие, такой замечательный урожай сегодня у нас. Так, перемешиваем мы плавленые сырки вместе с нашими уже яйцами, потертые на терочку. Добавляем мой любимый чесночок. Через пресс продавливаем. Я думаю, одного зубчика будет достаточно. Я как любитель положила бы еще немножко. Вадим, можешь подойти поближе, чтобы запомнить рецепт? Знаете, я так хорошо чувствую запах чеснока, что я боюсь туда подходить. А любишь ли ты чеснок? Обожаю. Так, может, еще один зубочек? Или не будем рисковать все-таки, да? Боюсь, что я потом неделю не смогу играть. Ясно, тогда ограничимся. А чеснок не действует, что ли, на твой организм? Серьезно? Нет, надо чистить инструменты, потом придется. А, то есть губная гармошка и чеснок не сочетаем. Как, да? Вот в чем дело. Надо было, может, меньше класть. Нет, нет, все равно. Ну ничего, у нас есть Стас и Таисия, не переживайте. Так, добавляем дальше. Заправляем это все дело майонезом. Ну, я так думаю, еще, наверное, можно какую-то зелень, да? Ну, можно сюда зелень, да. Это уже на любителя. Но пока перемешиваем, я должна обязательно спросить комментарию Юлии. Все-таки диетолог должен отреагировать на плавленый сыр, на майонез. Или перец сейчас вот все здесь перечипнет. Не перекроет, Наталья. Да, майонез перекрыть ничем нельзя. А чем его можно заменить, например, вот в таком рецепте? Заменить можно легко. Это может быть сметана любой жирности. На любителя, конечно, лучше не жирная. Либо вообще греческий йогурт с горчицей и лимонным соком. Если уже никак нельзя обойтись без покупного майонеза, его можно сделать на самом деле и дома. При наличии блендера он делается буквально пару минут. Это будет, да, это будет калорийный продукт, но он будет намного полезнее. Потому что любой покупной майонез содержит достаточно вредные вещества, такие как гидрогенизированные жиры. Это когда из полезного ненасыщенного жира делают вредный насыщенный жир, который и является канцерогеном. Юля, я боюсь вас разочаровать, но я знаю, что Леонора Андреевна этот майонез приготовила сама. Да. Но тем не менее, он у калорийных условий. Ну, конечно, калорийный, но очень вкусный. Поэтому, я думаю, она заработала все-таки хорошую оценку сегодня. Конечно, после варенья, так это точно. Что мы делаем дальше? Я хотела тоже рассказать, что майонез можно заменить. Мы здесь в студии, Наталья, помните, мы делали из риса майонез. Да, из риса был чудесный. Потом можно сделать еще и соевого. Соевый майонез можно делать. Ну, а это майонез у вас такой? Вы просто немножко меняете. Традиционный рецепт получите? Да, это традиционный рецепт. Вот, посмотрите, форма перца, она даже сама, вот как сказать, подсказывает, что вот его можно очень легко начинить. Пока вы беседовали, я уже один перчик вот начинила. А что дальше? Одно дело запекать или можно где-то положить в холодильник? Нет, Наталья, обязательно нужно после этого положить перец в холодильник. И когда он заморозится, мы можем его разрезать уже красивыми кусочками. И я еще хочу сказать, что когда мы ждем гостей, мы хотим, чтобы у нас было очень красиво на столе. Перцы есть зеленого цвета, желтого цвета, красного. Если вы возьмете на большую компанию, вот начините перчик красный, зеленый и желтый, потом можете отсюда немножко добавить куркумы. Да? Чтобы оно было там где-то светлее, эта начиночка, где-то темнее. Да, можно добавить сюда травки, какие вы любите. Тогда появится в каком-то, допустим, вот на каком-то блюде это будет еще зелень. Да, пожалуйста. И что в результате? Покажите нам, что у нас должно получиться, какое блюдо. Вот, пожалуйста, мы уже один перчик. Вот, мы режем этот перец вдоль и получается удивительная закуска. Да, развернули на кусочки, где-то там взбодрили зеленью, посмотрите, как. Пожалуйста. Стас, пожалуйста, попробуй, что-то с ними, пробуй и расскажи нам. Очень вкусно готовят, невозможно просто сидеть и наблюдать. Перчик, пожалуйста. Нет, нет, я поухаживаю. Спасибо. Он разморозился. Пока Стас снимает пробу этого удивительного фаршированного перца, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Здравствуйте, Людмила. Вы позвонили поделиться рецептом. Ну, могла бы рецепт сказать, но я думаю, что я не смогу спорить с Илья Нурой Андреевной, которая часто выступает. Вот поэтому хотела бы ее поблагодарить. А, вы с благодарностью. Я могу сказать, рецепт, который я делаю, это не важно, но мне кажется, что эти хозяйки давно все умеют без меня. Вы знаете, спасибо вам большое за эту благодарность. Мне кажется, это очень важно для нашего эфира и для наших участниц. И все-таки в какой-нибудь рецепт вдруг вы сможете все-таки поучаствовать и посоревноваться. Это же так здорово, посоревноваться хотя бы в кулинарных рецептах. Что вы обычно готовите из вот этих самых... Ну, ладно, хорошо. Слушай. Я очень рада, что я позвонила. Я не знаю, как они там, но у меня все колотится. Я нервно больная. Это я уже шучу, конечно. Я вот хочу понять, нам будет рецепт или нет? Ну, хорошо, скажу рецепт. Мы слушаем вас внимательно. Ну, хорошо. Уже говорить? Да. Ну, вот я часто вот это осеннее, летнее время делаю из кабачков. Мне это по карману, как говорится, не надо там искать. У меня дачи нет. Я человек неходячий. Можно сказать... Ну, я уже сказала, неходячий, да. На костылях передвигаюсь. Так я делаю с кабачками. Мне очень нравится немородно делать кабачки, нарезать кружочками можно, потом туда положить фарш, как на котлеты, немножко обжарить, а потом тушить. И легко делать, и очень вкусно. Так вкусно? Спасибо вам большое. Эти аплодисменты для вас. Вы участник конкурса «Кабачки с мясом». Еще один замечательный, полезный летний рецепт. Дорогие друзья, конкурс продолжается. 34-22-43. Ждем ваши полезные рецепты августа. В конкурсе принимают участие только рецепты по телефонным звонкам. Ну, что ж, в конце программы мы разыграем пригласительный билет во дворец Румянцевых-Паскевичей на выставку. И поможет нам в этом, конечно же, диетолог Юлия Гошкис. Она очень строго оценивает до сегодняшних участников. Про перец мы начали разговор в двух словах. Какая разница между красным и желтым перцем? В чем его плюсы и вообще минусы? Есть еще и зеленый перец. И зеленый, и фиолетовый есть, как я имею в виду. Да, фиолетовый есть, фиолетовый, белый – это все гибриды, уже нас редко встречаются. Зеленый перец – это не до конца созревший красный и желтый. Вообще, хочу сказать, что перец – очень полезный продукт. Он лидирует практически по содержанию витамина С. Его там намного больше, чем в лимоне, чем в черной смородине. В одном среднем перце, ну, где-то в два с половиной раза больше, чем нам надо в сутки витамина С. Разницы большой нету. Есть в красном перце больше того же липопротеина, ликопина, который мы говорили в помидорах. Да, он тоже там есть. Еще раз, как ликопин? Ликопин. Ликопин. Перцы богаты клетчаткой. Конечно же, лучше употреблять его в свежем виде, потому что все витамины, все полезные вещества. Или в замороженном, наверное, тоже, да? Да, да. Кстати, по поводу заморозки, это тоже надо правильно замораживать. Все свежие фрукты, овощи надо морозить при очень низкой температуре, так называемая шоковая заморозка. То есть это когда ниже 20 градусов, мы это все быстренько замораживаем, и полезные вещества практически не теряются. Практически не теряются. Спасибо большое, Юля, эти аплодисменты для вас. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подходит к концу, но ведь самый главный момент сегодняшнего дня. Сегодня 14 августа, христиане празднуют медовый спас, и вот издревле люди считали, что после этого дня пчелы, они прям начинают приносить уже неправильный мед, и вот потому спешили собрать последние подарки маленьких тружениц. Так вот, этот мед считался особенно целебным. Согласитесь, мед – это пища, которой пользуются люди много-много тысяч лет. Считается, что он дает человеку энергию, что он дает нам здоровье, физическую силу. Но на самом деле, вот что из этого мифа, что из этого правда? Юля, вот расскажите нам, в чем польза меда, и действительно ли он заслуживает вот такую вот первую строчку, вот скажем так, в нашей цепочке продуктов? Знаете, двойственная такая репутация у меда, потому что это, наверное, один из самых мифических вообще продуктов, которые можно найти у нас на прилавках. Конечно же, польза неоспорима, особенно по сравнению с обычным сахаром. Это не просто глюкоза и фруктоза, это еще и большой набор микроэлементов, витаминов, полезных свойств, всеразличных антиоксидантов и так далее. Мед состоит на 15% только из воды, остальное – это все сахара. Но большая часть сахаров – это фруктоза. Это не просто сахар. То есть этот мед можно с осторожностью применять, употреблять и диабетикам. Но аккуратно. Ну, конечно, аккуратно. Это все равно простой углевод. Аккуратно, но больше, чем сахара обычного. Мед является продуктом, который успокаивает на ночь. Вы знали об этом, кстати? А я пользуюсь этим. У меня сейчас небольшие проблемы возникли. Сосну, да? Да, стакан теплого молока, подогревая немножечко, и с медом. И помогает заснуть? А, вы только с водой пользуетесь. Какой лучший вариант? А можно еще и с молоком. То есть и тот вариант, и тот прекрасно, если вы хотите спокойненько, аккуратненько выспаться, что называется, да? Да. А с утра он, наоборот, запускает все обменные процессы в организме. Стакан теплой воды, чайная ложечка меда, немножко лимончика, но после этого не забываем позавтракать, потому что скачок сахара в крови происходит, инсулин выбрасывается, и надо потом чем-то подкрепить организм. Спасибо, Юлия. Итак, сегодня, дорогие друзья, медовый спас. И в нашей студии есть один человек, который рискнул сегодня удивить вас таким медовым рецептом. Это Стас Ходько, который из группы КАВА, наш удивительный музыкант. Стас, мы приглашаем тебя. Это не мой личный рецепт, это рецепт от группы КАВА. От группы КАВА, очень хорошо. Сразу скажем, это совместное наше творчество. И сегодня мы хотим приготовить этот летний салат из этих ингредиентов, которые у нас имеются. То есть первое, что для этого сделать, что нужно, это яблоки, это мед, это очень важный ингредиент, самый главный практически, это лимон и семечки, семечки тыквы и кедровые орешки. И кедровые орешки. Ну, в принципе, наверное, можно заменить, если не так по-богатому, то можно заменить чем-то попроще, да, какими-то орешками. Начинаем все с того, что мы берем яблоки и нарезаем их соломкой, если можно. А, Леонард Андрей поможет тебе соломкой, нарезать яблоки. А сам? Да, сам тоже, конечно. Тоже? А что будет делать Вадим, раз это совместный рецепт? Я постою, поиграю, может быть. О, да, ну-ка попробуй, помоги. Я слышал, что когда готовишь, если петь или играть, то еда, да, очень хорошая у еды. Ну, заряжается еда, можно так сказать. А, Стас, пока ты резаешь яблочки, я видела, ты попробовал какой-то, какой-то необычный овощ на столе. Что это такое вообще? Что ты почувствовал, что это было? Это очень вкусно, такой интересный вкус то ли огурца, то ли какого-то... Крыжовника, я смотрю, нет? Ну, какого-то, да. Нет, нет, это огурец. Это просто такой экзотический огурец. А вы можете показать, какого размера? Достаньте нам одну штучку, покажите, пожалуйста, как он выглядит. Это вы выращиваете такие огурцы? Это даже круче, чем карнишоны, или как там называется? Ну и что, напоминает, Стас, что ты говоришь? Да, да. Что напомнило? Ну, такой вкус интересный, фруктовый какой-то вкус, необычный. Я не знаю, почему так, хотя сам по себе это очень. Я смотрю, ты сегодня очень много впервые чего попробовал в нашей студии. Загадать желание можно. Вот сразу видно, что Вадим что-то ест, потому что он перестал играть на губной гармошке. Я ворую орешки кедровые. Ну что, у нас тут получается, ребят? Да, да. Сколько ты берешь обычно для такого салата на группу из... Сколько яблок? Да, сколько яблок тут. Ну, вообще можно брать одно яблоко на одного человека, этого будет достаточно. То есть, если же кто-то любит более... На студии много. Да, так как на студии много людей, то можно использовать много яблок. Итак, мы нарезаем яблоко, дальше. Да, следующее, все это яблоко мы загружаем в контейнер. Ну, давайте, наверное, вот это мы уже и попробуем туда. Да, пожалуйста. Сгрузить. Вот. Вы знаете, эти аплодисменты для Элеоноры Андреевны, которая так быстро порезала яблоко. Да, профессиональные. Вот. Следующий этап, это очень важно, мы сюда добавляем мед. По-моему, это гречишный мед у нас. Да, это гречишный мед. Да, то есть, мы берем ложку и аккуратно это все, так сказать, заправляем. То есть, по поводу того, сколько нужно меда, здесь уже идет, ну, такое, можно сказать, небольшое дело вкуса. То есть, я люблю, чтобы было, ну, так немножечко, то есть, чтобы он придавал такой... Просто какой-то вкус, но не перебивал, наверное, яблоки, да? Да, да. Ну, ничего себе, немножко. Ну, у каждого свои немножко. Так, заправляем это все. Чем заправляем? Лимон, наверное, да? Теперь у нас следующий этап, это лимон. То есть, нам его нужно порезать и заправить соком лимона. Это очень важно. А яблоко с лимоном, Юлия, вот такое вот сочетание. Ну, мы его добавляем сейчас для того, чтобы яблоко не окислялось, не темнело. В принципе, это, наверное, правильно, да? Конечно, конечно. Я вообще хочу сказать, что такой салат, я уже вижу ингредиенты. Если, например, у ребеночка нету никаких аллергий на мед, на орешки, то для детей старше двух лет это прекрасный десерт. Можно заменять конфеты и давать на какой-то перекус полезный. Это, наверное, из детства рецепт, я так понимаю. Да, конечно. Итак, лимон добавили. Да, добавляем сок лимона. И в конце завершения посыпаем это все. Да, можно еще добавить. Еще подрезать? Нет, ну, я думаю... Ну, дорезайте. А, дорезайте, хорошо. Какая прелесть. Давайте поддержим наших кулинаров. Ну и, наверное, секретный ингредиент был мед, а теперь украшение, да, идет еще? Да, да. После того, как мы добавили сюда лимонный сок, теперь мы это все сверху как бы пассируем, посыпаем семечками. То есть... Ну, так как еще у нас будут яблочки добавляться. Все. Все, теперь это все обильно перемешиваем. Итак, яблоки, мед, лимонный сок и сверху орешки, кедровые орешки и семечки тыквы идут. Да, самый главный. Побольше кедровых орешков. Я так и знала, что вам будут помогать сегодня. Итак, пока Стас добавляет побольше кедровых орешков, я так понимаю, что уже, да, мы готовы пробовать. И Вадим на очереди. И Таисия тоже. Дорогие друзья, ну, время нашей программы подходит к концу. Единственное, вот эти аплодисменты, да. Спасибо, группа Кава. Как мы называем этот салат? Это будет просто летний салат от группы Кава. Летний салат от группы Кава. Я думаю, что... Медовое счастье. Медовое счастье. Спасибо, Таисия. Я думаю, это медовое счастье. Вы можете дать попробовать. Да. Да. И Леоноре Андреевне и Людмиле Леонидовне, чтобы уже такой бреллинг состоялся у нас сегодня. Ну как? Вкус меда. Орешковый. Ну что ж, я поздравляю, дорогие друзья, поздравляю всех с медовым спасом. Ну что ж, мы сегодня делились в нашей программе рецептами августа. Готовьте по нашим рецептам и помните, дорогие друзья, что август, август это хороший вклад в будущий зимний сезон. Дары лето непременно порадуют вас изысканным ароматом и вкусом в холодную пору. ПЕРА КАНАНЫ ДИВАК БИЯТСЯ УТРЫВАЛУЮ СТЕНУ ПЕСНЯ 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 УТРЫВАЛУЮ СТЕНУ